Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Одиссея, и наше дело закручивается, заваривается всё сильнее и сильнее, и мне действительно суперинтересно, чем всё это закончится. Сможем ли мы помирить бурю со своей матерью? Или всё-таки нас ждёт трагичный конец? Куча дел всяких интересных, также за нами гоняются наёмники. Главный инженер здесь, но я не знаю, как он выглядит. Это будет просто. Не забыть, я избранник Посейдона. А что был за звук в конце такой? Эх, надо убивать. 80-й уровень, нифига себе. Ну это будет жёсткая схватка. Блин, баба тупая. Получай. Нифига себе, жёсткий какой. Урон бешеный. Перестраховывайся в всякий случай. А, я с булавой. Нифига себе. Тидей, это она была вроде как. Блин, сейчас уже 5 звёзд будет. Неохота платить так много. Кого мне убить надо? Герпея подлого убить надо. Ахея, берег Стервятника. Ну вот здесь вот. И вот этого чувака убить надо ещё. В поселении на берегу Стервятника. Где-то здесь. Что-то он. Ну вот. Герпея подлый. Мы закончим его подлости. Кузнец. Надо купить у него. Камень мне, по-моему, нужен, да? Изумруды и дерево тоже. Ну и камень, в принципе. Чем могу быть полезен? Всегда рады. Ты смотри. Стоит, высматривает меня. Ещё наёмники от бури. Она не скупится. Так, всё, получается, задание выполнено. Боже мой, сколько тут наёмников. Надо вот этого чувака убить. Тогда за мной не будут так сильно гоняться. А то это безумие уже. Нужно быть осторожным. Так, ну что, убиваем. Ой, не то нажал. Нужно быть осторожным. Хорош. И всё равно три звезды. Мда. Так, ну ладно. Сейчас посмотрим, если что, откупимся. Шесть тысяч, блин, платить неохота. Уже кто-то прибежал. Титир. Наследник. А, это всё наёмников убить? Нифига себе. Чё-то многовато. Ну, это уже гринд. Так, ну по-быстрому их тогда убью. Попробую найти укрытие. Так, вот ещё жертва. Да, трёх просто ж. Рано или поздно у бури кончатся на ёбнике. Блин, все проснулись. Ладно, уходим отсюда нафиг. Нашёл. Вижу его. Так, тут прямо парочка сразу. Убив тебя, я разбогатею. И назову новую пилу в твою честь. Жаль, ты её не увидишь. Ещё один наёмник присланный бурей. Мыслитель, блин, такой здоровяк. Думаю, это последний. Прохт, лунный царь. Ещё один остался. А, я всех убил, получается. Всё, прекрасно. Так, информация появилась, нет? Не, ничего нового. Надо выполнять задание. Шпионаж и драма. Главный инженер бури, возможно, лучший инженер всей Греции, попросил Алексиоса добыть кое-что способное, переломить ход сражения в пользу мистия. Доберитесь до амфитеатра. Блин, четыре звезды. А-а-а. Я так хотел, чтобы это место было выграно. Прекрасно. Дарьи говорил об этом месте. Я говорю не о пути, который вы проделали, чтобы приехать сюда. Хотя, безусловно, благодарна вам. Я говорю о благородной истории кораблестроения. Думаю, в этом прекрасном амфитеатре, построенном в процветающей Ахее, будет очень уместно поговорить о древнем деле, мастерами которого мы стали. Именно мы, греки, подарили миру простой моноксил и папиреллу, пентиконтор и берему, и, наконец, несокрушимую трирему. Мы снискали милость Посейдона, и со временем моря открыли нам свои тайны. Теперь вся Греция вкушает плоды нашего труда. Увы, вынуждена признать, что Зевс и Арес были менее благосклонны. Что мы будем делать дальше? Что мы можем делать дальше? Можем ли мы улучшить могучую трирему, владыку морей? Мой ответ – да! Прямо современная презентация. Представьте, как великолепен корабль 400 пуссов длиной, везущий 2000 человек, с двадцатью рядами весел вместо трех. Айрема! С широкой палубой, вмещающей катапульту. Это не предел. Корабли с садами и гимнасиями, увенчанные храмом милой Афродиты. Целые миры на воде. Насколько трудно их построить? Кто справится? Слушайте, братья! Вот что я скажу! Талант, который боги даровали нам, грекам, не знает границ! Пифагор, раскрывший тайну углов, был одним из нас, разве нет? Такие сооружения построит его преемник! Представьте себе, дитя Пифагора! Какие чудеса оно сотворит, опираясь на труды отца! Ввиду стольких наследия, вероятность такого и он бы не просчитал. Время, когда мы достигнем таких высот! Приветствую вас на симпосии корабельщиков в Ахея! Нас ждет великое будущее! Уключено нечто совершенно новое! Она удерживает весло на месте и не дает ему скользить. Она не ограничивает движение, но весло не изнашивается раньше времени. Ее уже опробовали на некоторых кораблях. Их эффективность возросла, в частности скорость. Гребцы стали работать веслами дольше и сильнее. Отважить предположить, что это пришлось бы по нраву самой Афразите. Как насчет парусов? Мы уже используем лучшую ткань. Веревки и шкивы высочайшего качества. Можно ли что-то улучшить? Ну, конечно! Возможно, наше достояние не корабли, а кормчие. Они придумали, как улучшить то, что у нас есть. Недавно они обнаружили, что если сжать край паруса, можно поймать больше ветра, а значит увеличить скорость. Это сыграет важную роль в переломный момент боя. Да, эти методы не заменят команду крепких рабов, но все-таки они полезны. Хм, прекрасно. За две тысячи лет до Стива Джобса. Я избранник Посейдона. Ты от кого? Так, как-то он отреагировал вяло. Ликуй. Боги велели мне избавить тебя от забот. Ты хочешь покинуть Ахею? Ах, не уверен насчет богов, но твои лазутчики молодцы. Да, пожалуй. Что ж, пришли тебя Буря, я был бы уже мертв. Я ищу способ убить ее. Мне нужно твое орудие. Так обсуждает это. Вздох Химеры. Предмет моей гордости и сожалений. Я ушел от бури, не завершив его. Без меня они никогда не заставят вздох работать как надо. Блин, он так боится, что Буря его убьет, при этом при всем такие вещи обсуждает, прямо посреди амфитеатра. Еще вышел вперед, так руки в боки. Расскажи мне об орудии. Что оно может? Оно обрушивает на корабль врага поток пламени. Работает безотказно. Его нужно правильно установить, иначе пострадает твой корабль. И серьезно. Ты работал с Бурей. Расскажи о ней. Она жестока и бесчувственна. Но страшнее всего то, что она блестящий стратег. Найти командира лучше нее очень трудно. Ты хочешь уехать из Ахеи? Каким образом? Единственный способ убить Бурю. Поверь мне, я испробовал все возможные варианты. Там моя жена. Я подвергаю и ее жизнь опасности. Ты сильно рискуешь, доверяя мне свои тайны. Нет. Я надеюсь, что ты убьешь для меня Бурю. Добудь чертежи. И я оснащу твой корабль вздохом Химеры. С ним ты справишься. И с целым флотом. Я должен исправить свою ошибку. Но от него отходить теперь нельзя. За ним охотиться будут. Если вздох Химеры так силен, как ты говоришь, он пригодится мне. С моим орудием твой корабль сокрушит Сциллу. Где искать чертежи? У командира флота Бури. Он руководит блокадой. Я примусь за работу. Чертежи зашифрованы. Прочитать их могу только я. И на это уйдет время. Я вернусь, когда закончу. Славно. Я как раз думал, как прорвать блокаду. Я разберусь. Найдите командира флота и заберите у него чертежи. Звучит просто. Блин, но его убить тут могут. А, он тут на берегу. Я думал, это в море действует. Окей. Окей. так заберите его можно не убивать или как что написано задание да особо ничего не написано то есть как пойдет я буду рядом чертежи вздох и химеры у меня пора возвращаться в амфитеатр то есть теперь каждый удар способностей убийцы наносит урон вокруг по площади ах ты убрёдок помогите и этот удар теперь по площади урон наносит короче жесть да блин как вы достали блин собачка а это ее собака блин а ты мужик чё тут делаешь вы дурной понятно очередной поехавшие нет нет они нашли инженера да ладно он мог разобраться в чертежах смотрите сперва беглый инженер теперь хозяин орла нам повезло не сказал бы что повезло культисты посмотрите кто к нам заглянул убить их обоих вот видите жесть зараза бы твои силы не вечные чуть не убил это типа как у меня способность у него нифига себе а это тот сам помощник прекрасно так посмотрим мега крион несокрушимые орден буря мега крион ненавидел тех кто слишком много говорит он видел как греция поглощенная пустой болтовнёй погружается в бездну споров и воин очередной крайне убедительный аргумент соперника мега крион ответил ударом меча завершив дебаты за это он был изгнан но буря смогла понять его и приняла в орден все осталось только буря жена его ну зараза говори кому говорят говори-говори-говорю-говорю зараза говори холера не хочет говорить ладно надо всех убить да блин достали даже чиних с заданием нападает на меня все вроде бы все затихло всех перебил наконец-таки полгорода вымерла буря хитрее осторожнее чем мы думали предупрежу остальных они в опасности чертежи отдам в арнаве пусть посмотрит в любом случае нужно уходить время уйти в тень нужно найти нему блин но это настолько очевидно было жесть ты говорил с моим мужем я помогу жена инженера что тебе известно чертежах мой муж разослал книги по всей ахее часть можно найти на кораблях бури еще часть на верфи книги подскажут как создать орудия с ними ты сможешь отомстить бури за моего мужа я убью бурю с орудиями или без них твой муж будет отомщен он был бы рад слышать это в ахее множество кораблей а каких идет речь начни с кораблей бури которые патрулируют гавань ты сказала что часть книг находится на верфи где она тебе нужна военная верфь паттер она на окраине я найду книги кстати почему нас не отводят в кузницу я думал что это с этим дельсе будет связано вот тут где-то есть кузница вот мастерская гефеста или она дальше по сюжету будет надо будет туда сходить улучшить свои зачарования то что в конце игры она уже не нужна мне будет так одно задание у нас встретиться с ним и или что-то еще есть вот еще это понимает дополнительное задание прилив войны необыкновенная наблюдательность помогал алексису искать шифр позволявший раскрыть все тайны загадочного вздоха химеры вот это мы и сделаем их можно найти на суше и в море в западной части ахеи в районе верфи паттер пойдем туда интересно будет огнемет поставить весело так отлично только лучшие товары до скорого я не могу улучшить корабль не хватает во можно улучшить защиту команды ну не знаю надо ли это я хочу улучшить таран нужны изумруды нужно очень много изумрудов вау так а здесь нельзя наверно находиться или все нормально уходи тебе сюда нельзя ха-ха это там заховано нифига себе одна из книг о которых говорила жена инженера ничего не понимаю может варнава разберется варнава читать вообще умеет видимо пропадал из виду на какое-то мгновение хорош еще книга славно некоторые из них спрятаны на кораблях водах паттер а придется сражаться это хорошо ну что будем искать ох какой корабль красивый таран офигительный но может быть еще лучше я нашел на спартанском корабле ты смотри пойдем на таран уничтожен патруль пока не прибыло подкрепление хорош я думаю мы быстрых потопим вроде кораблик такой маленький без абордажа обойдемся мы славно сражались и впереди еще много побед тогда мы ее войнали и еще одна книжка осталась где-то в этих водах значит ищем спартанские корабли вот что я искал там пираты кстати рядом там что-то есть лоб в лоб идем не они уходят это блюдки боятся ну куды они воюют нифига себе поможем пиратам потом и их потопим в итоге стучало их хорош мы промахнулись таран вот так вот прекрасно сифон афор на носу адресте и теперь установлен сифон афор удерживайте левую клавишу чтобы опалить огнем находящийся впереди корабль расхода силу огня в течение времени это круто потому что спереди оружия раньше не было ну-ка вот как теперь офигенно жесть хана вам всем ублюдки ха-ха-ха-ха-ха горите в аду аид вас всех примет хотя я убил аида не знаю кто это примет сатана вы недостойны вардажа красота но это было славно айда сифонатор за мной уже охотятся так ладно что там по заданиям затишье перед штормом пока деятельность бури была подорвана дарий и нима готовились отплыть из ахеи на кораблях вместе с другими пленниками ну дело движется к развязке хорошее добротное дополнение возможно это вообще самая прикольная миссия ну цепочка миссий из всей игры ну явно лучше чем атлантида там такая бредятина а это шахин перс так и стоит тут отец едва не убил его при первой встрече если бы не я правда думаешь ударил шанс я не так прост что ж все здесь мы сделали все что следовало теперь поможем людям выбраться из ахеи буря собирается установить вздох химеры на сциллу но вздох химеры теперь у нас бурю ждет сюрприз без вздоха химеры ей не победить в конце концов я избранник посейдона застанем бурю врасплох мы с варнавой атакуем ее в море если сможем потопить сциллу с помощью вздоха химеры спасем тех кто на берегу лодки торговцев пока мы отвлекаем ее они успеют уплыть мы с ним и проверим чтобы все поднялись на борт это наш шанс уплыть сахеи блинка вот еще мне ним и напоминает тут не могу вспомнить то ли из принца персии то ли откуда-то еще когда монтировать буду обязательно вспомню я почему бы не дождаться пока мы победим бурю и потом уже спокойно плыть что значит не стоит рисковать вот это я не понимаю до конца пускай торговцы сами плывут они с ним и тут останутся или что не понимаю если орден узнает что вы на корабле вам не сдобровать если вас обнаружат вам не спастись что думаешь ним а это наш шанс так воспользуйтесь им хорошо но нам нужно будет где-то переждать не вызывая ничьих подозрений я знаю одно место дом на холме около дим одинаково попробовал и тот и тот вариант выбрать абсолютно одинаково все пойдем вместе но надо же раньше тут жил мой друг он пытался бежать из ахеи но неудачно мне нужно к остальным скоро увидимся есть в этом месте что-то прекрасный домик шикарное место здесь красиво и спокойно жаль что ненадолго что дальше будем скрываться как обычно хотя бы вино есть хотя бы вино есть недусмысленный намек что если серьезно твой отец очень талантлив да но эмоции он проявляет редко люди вроде нас редко заводят друзей мы не сидим на одном месте но мы встретились за нашу дружбу за нашу дружбу такие бокалы у них хорошая сцена помню как мы встретились македонии ели кабанину под звездным небом тогда я чувствовала себя как дома с с тех пор все было не так до этого дня так насладимся моментом нужно найти дарья и остальных спасенные люди уже должно быть у причала до прекрасная сцена шикарно даже вообще никакое сравнение с атлантидой айтем серия заканчивается всем засмотрел благодарствую до встречи зараза кирилл я я говорю я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok